Всем привет! Добро пожаловать в наш очередной выпуск интересных новостей. Прежде чем мы перейдем к теме, советую вам посмотреть новостной выпуск из новой рубрики на нашем канале по торговле. Ссылка будет в описании. И да, друзья, не забудьте подписаться на этот канал, ведь для нас очень важна ваша поддержка. Усаживаемся поудобнее, мы начинаем! Как известно, одним из самых спорных вопросов для инвесторов являются грошевые акции. Некоторые инвесторы предпочитают держаться от таких бумаг подальше, так как плохие фундаментальные показатели или непреодолимые проблемы могут привести к краху компаний. С другой стороны, грошевые акции заманивают более терпимых к риску участников рынка. Дело в том, что даже незначительное повышение стоимости акций может принести инвестору огромный процент прибыли. Тем не менее, не так просто определить, какие грошевые акции достойны ставки. За помощью в этом вопросе лучше обратиться к профессионалам. Один из них – Кен Гриффин. Финансовый гуру, начавший торговать из своей комнаты в общежитии Гарвардского университета. Основал хедж-фонд «Цитадель» в 1990 году. С учетом того, что в настоящее время фонд управляет активами в размере более 33 миллиардов долларов, неудивительно, что инвесторы пристально следят за действиями Гриффина. «Если мы не будем четко видеть причину, по которой актив, которым мы владеем, скоро вырастет в цене, то успехов в бизнесе мы не добьемся. Мы немного отошли от инвестирования главным образом в компании с идеальным балансом и стали обращать внимание на предприятия, бизнес которых зависит от умений и навыков управленческой команды», – прокомментировал Гриффин. Учитывая все вышесказанное, финансовые эксперты использовали базу данных типа Ranks с целью выяснить, что аналитическое сообщество думает про три компании, на которые фонд Гриффина недавно сделал крупную ставку. Оказывается, аналитики с Wall Street рекомендуют покупать бумаги этих фирм, не говоря уже о значительном потенциале их роста. Мелендотерапия Мелендотерапия ориентируется в первую очередь на разработку новых методов лечения эндокринных заболеваний. Стоимость одной акции компании составляет всего 2 доллара 38 центов, так что момент для входа сейчас выглядит идеально. Недавно Гриффин присоединился к числу поклонников Мелендо. Цитадель приобрел 374 653 ценных бумаг. Стоимость новой позиции фонда составила чуть менее 2 миллионов долларов. Позитивно в отношении будущего компании настроена и аналитик Роскэпитал Ясмин Рахими. В начале мая руководство объявило о том, что в третьем квартале 2020 года ожидает получить промежуточные данные исследования фазы 2B. Как известно, исследование было приостановлено из-за распространения COVID-19. Аналитик считает это событие очень важным, так как предполагает, что результаты, скорее всего, будут успешными. Неудивительно, что аналитик советует покупать акции Мелендотерапия, установив ценовой ориентир на уровне 6 долларов. Такой прогноз предполагает, что стоимость может подняться на 190% в ближайшие 12 месяцев. Трое аналитиков Wall Street также рекомендуют бумаги компании к покупке, один при этом советует удерживать. Средний ценовой ориентир в 5 долларов 25 центов говорит о потенциале роста на 153%. Мэйфарма. Компания может похвастаться сильным портфелем, включающим в себя 4 привлекательных кандидата в лекарственные препараты. В настоящее время стоимость одной акции составляет 3 доллара 77 центов за штуку, что может стать для инвесторов отличным шансом для входа. Не желая упустить возможность, недавно Цитадель приобрел бумаги предприятия. Фонд Гриффина купил 1 миллион 55 тысяч 185 акций, стоимость которых составила 1 миллион 700 тысяч долларов. Джим Биркиноу из Уэльс-Фарго также оптимистично оценивает долгосрочные перспективы роста Мэй. Недавнее мероприятие компании для инвесторов с ее ведущим кандидатом МИ-401 усилило бычий настрой аналитика. Биркиноу рекомендует акции Мэйфарма к покупке. Ценовой ориентир аналитика находится на уровне в 13 долларов. Если цель будет достигнута, то в течение 12 месяцев прирост составит 272%. Как и Биркиноу, другие аналитики также придерживаются бычьего подхода. Пятеро экспертов единодушно советуют покупать бумаги компании. Средний ценовой ориентир равен 11 долларам 40 центам, так что потенциал роста составляет 204%. Кезолайф Сайенс Последняя, но не менее важная компания в сегодняшнем списке – Кезолайф Сайенс, занимающаяся разработкой методов лечения для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и раком. На данный момент стоимость одной акции предприятия составляет 5 долларов 22 цента. Некоторые аналитики считают, что она чрезмерно занижена. Такое мнение разделяет и Гриффин. Недавно Цитадель приобрел 859 760 акций. Теперь у фонда во владении 924 034 ценных бумаги, общей стоимости более 4 миллионов долларов. По мнению Сильвараджу, ситуация может вскоре улучшиться. Кезолайф Сайенс по-прежнему имеет возможность проводить исследования в частных клиниках и уже внедрила решение по уходу за больными на дому. В общем, не новость, что Сильвараджу остался с быками. Аналитик подтвердил свою рекомендацию покупать и поднял ценовой ориентир до 12 долларов, что предполагает потенциал роста на 148% в следующем году. Средний ценовой ориентир находится на уровне 15 долларов. Потенциал роста составляет 210%. Ну и напоследок хотелось бы процитировать слова великого инвестора Ворона Баффета. Покупайте акции только тех компаний, чья продукция нравится вам лично. На этом все на сегодня, друзья. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписались. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Поставьте лайк этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Ссылки будут в описании. И обязательно оставьте комментарий. Напишите, на какую тему вы бы хотели увидеть новость на нашем канале. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин